Уважаемые слушатели, коллеги, доктора, я безмерно рада сегодня с вами видеться и общаться. Как представил меня Виталий Васильевич, я доцент кафедры факультетской педиатрии. Единственную небольшую вправку я внесу. У меня есть две специальности – педиатрия, аллергология, монология. К счастью или к сожалению, сертификации по инфекционным болезням я не имею, хотя в принципе область очень интересная. И когда стоял вопрос об выборе интернатуры, у меня были мысли стать детским инфекционистом в свое время. Но то время упущено, после этого я пошла только в педиатрию и дополнительную специализацию получила в виде специальности аллерголога-монолога. Первая сегодняшняя лекция у нас с вами будет посвящена основным принципам комплексного лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей. И сейчас я презентацию подключу. И хотела бы я начать лекции со слов знаменитого ученого, мыслителя, врача своей эпохи, своего времени Бориса Евгеньевича Вочила. Вот на мой взгляд, сегодняшняя ситуация как никогда отражена в этих его исторических словах. И тот выбор ковидного лечения новой коронавирусной инфекции, выбор терапии новой коронавирусной инфекции у детишек, он как раз-таки очень сложный, очень трудно подобрать те препараты, которые подойдут, потому что практически все препараты применяемые в педиатрической практике для лечения новой коронавирусной инфекции, к сожалению, не имеют никакого уровня доказательности, и мы с вами как бы на ощупь практически применяем эти препараты. Ну, согласно плану лекции мы рассмотрим следующие вопросы, это этиотропное лечение, патогенетическое, симптоматическое лечение новой коронавирусной инфекции, затронем некоторые аспекты антипатриальной терапии при осложненных формах этой инфекции, терапию осложнений, методы использования респираторной поддержки у детей с новой коронавирусной инфекцией. Основные использованные источники, которые были, как бы, применялись и просматривались при ходе подготовки к данной лекции, это следующие. На главной странице сайта Союза педиатров России есть такой блок, посвященный COVID-19 инфекции у детей. Значит, в рамках этой лекции использовалась информация, значит, по коронавирусной инфекции у детей, она постоянно обновляется, последнее обновление от 16 апреля, первое от 2 апреля, потом 6 апреля и последнее обновление от 16 апреля. Использовалась информация в организации вакцинации в плановом порядке по эпидемическим показаниям в условиях распространения COVID-19, письмо министра Министерства здравоохранения от 15 апреля, временные методические рекомендации Минздрава России для врачей по профилактике, диагностики и лечения COVID-19, версия 5 от 8 апреля 2020 года, простите, если я оговорилась. Позиции экспертов Союза педиатров России в отношении вакцинации в период пандемии. Руководство плановой иммунизации во время пандемии COVID-19 в европейском регионе, ВОЗ, документ от 27 марта текущего года. Дальше определенная информация была взята из временных методических рекомендаций COVID-19 у детей Московского департамента здравоохранения, написано преимущественно врачами-инфекционистами. И временные методические рекомендации по лекарственной терапии, острых респираторных вирусных инфекций, в амбулаторной практике, период эпидемии COVID-19, версия 1 от 12 апреля текущего года. Несколько слов о ситуации. В настоящее время, значит, по московскому времени, 5 часов на 23 апреля. Источник Роспотребнадзор, карта, онлайн-карта распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Вот согласно этой карте и согласно данным Роспотребнадзора, в мире зафиксировано около почти 2,5 даже с лишним миллионов случаев и 182 тысячи с лишним смертельных исходов. Среди них дети упоминаются по-прежнему крайне редко и слава богу. С момента начала эпидемии новой коронавирусной инфекции, по данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, среди подтвержденных случаев болезни, диагноз у лиц младше 19 лет был установлен в районе 2,2% случаев. А первые данные, которые они давали на исход, начало марта, конец февраля, эти данные были еще меньше, четверть процента, 0,25%. Эти первые данные, они еще не окончательны, но они очень важны с точки зрения соотношения зараженных пациентов, соотношения взрослые и дети. Дети любого возраста должны быть в фокусе особого внимания, так как они играют огромную роль в распространении болезни. Отличие детских и взрослых случаев COVID-19. Что характерно, дети практически не имеют клинических проявлений COVID-19. Это усложняет постановку, да, то есть момент поиска и постановки диагноза, он значительно затрудняется. Дети существенно чаще, чем взрослые, могут являться бессимптомными носителями. Или COVID-19, дети часто протекают без таких симптомов, как лихорадка, кашель, затруднение дыхания. У большинства детей болезнь протекает легко, но есть и такие, кто все-таки нуждаются в госпитализации. Существует тактика ведения детей в зависимости от степени тяжести. Итак, если легкое течение COVID-19 инфекции, достаточно изоляции на дому на 14 дней, взятие биоматериала, мазок из заноса ротоглотки, первый, третий, одиннадцатый день обращения, лечение на дому согласно временным методическим рекомендациям, лечение путем назначения, да, из этих временных методических рекомендаций. Если это средне-тяжелое-тяжелое течение, то госпитализация специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи при таких состояниях, как выраженная интоксикация, декомпенсация по основному заболеванию, сатурация кислорода менее 92% и температурная реакция выше 38 градусов по Цельсию. А в случае необходимости посещения поликлиники, в том числе при появлении синдромов ОРВИ или других заболеваний, пациент-родитель, законный представитель ребенка вызывает врача на дом, то есть никаких моментов самообращения в приемный покой не должно быть или посещения поликлиники. При бессимптомной и легкой форме заболевания допустимы лечением на дому. Законный представитель ребенка, осуществляющий уход, подписывает информерное согласие установленного образца. При условии амбулаторного лечения возможно дистанционное консультирование больного, телемедицинская консультация там, где это возможно реализовать. В ОСР разработано руководство по уходу на дому за пациентами с COVID-19 с легкими симптомами и мониторингу контактных лиц. То есть вся эта информация родителям или законным представителям должна быть обеспечена. Показания госпитализации. Госпитализация осуществляется по клиническим и эпидемиологическим показаниям. Обязательно госпитализации подлежат дети с тяжелой клинической картиной заболевания, имеющих совокупность двух и более признаков на фоне лихорадки. Итак, температура тела выше 38,5 градусов, частота дыхания в зависимости от возраста выше возрастной нормы, дети до года 60 в минуту, дети младше 5 лет более 40 в минуту, дети старше 5 лет более 30 в минуту и сатурация кислорода менее 94%. Дети с тяжелой клинической картиной заболевания и нетипичным течением ОРВИ и гриппа вне больничной пневмонии и дети из групп рисков, в том числе имеющие врожденные пороки развития, хронические заболевания бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной системы и какие-то различные виды иммунодефицитов. Ну, существуют вообще общие принципы лечения. Это организация постельного режима, организация достаточного по калорийности питания, адекватная гидротация, причем желательно пероральная, контроль электролитного баланса и гомеостаза, мониторирование витальных функций сатурации кислорода, контроль за проходимостью респиратурного тракта и по показаниям кислородотерапия, контрольные анализы крови, мочи, крови-биохимические показатели, ЦРБ, электролиты, печеночные и миокардиальные ферменты, почечные показатели, коаголограмма и анализ газового состава крови и повторной рентгенографии легких проводится по показаниям. Итиотропное лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей. Опыт итиотропной терапии в других странах затронуты вспышкой. Данные об эффективности и безопасности противовирусных средств у детей с COVID-19 в настоящем времени очень ограничены и не позволяют сделать однозначный вывод о преимуществе бесспорной эффективности и безопасности какой-либо из предлагаемых тактик. Протоколы лечения COVID-19 инфекции у детей включают разнообразные итиотропные препараты и часть из этих протоколов основываются на доступных, зарегистрированных лекарственных средствах в стране разработчики данного протокола. Здесь представлен ряд протоколов итиотропной терапии COVID-19 у детей в некоторых странах. Два первых протокола в Китайской Народной Республике. Значит, они отражают лечение, то или иное лечение в зависимости от степени тяжести COVID-19 инфекции у детей. При легкой форме предлагается интерферон терапия альфа-интерферонами через небулайзер, средне-тяжелая и тяжелая, та же самая терапия интерферонами через небулайзер плюс комбинация, комбинированные препараты лопинавир и ритонавир, препараты антиретровирусной терапии и терапии ВИЧ. Второй протокол предусматривает также терапию интерфероном альфа, причем либо через небулайзер, либо в виде спрея в нос и ротоглотку. Ну и здесь протокол более разнообразный. Значит, дополнение в зависимости от степени тяжести либо комбинированный препарат лопинавир и ритонавир, либо умифенавир, прямой препарат, который обладает прямым повреждающим действием на РНК вирусы, знаете, наша отечественная разработка, осельтамивир, препарат противогриппозный с доказанной эффективностью. Ну, об отсутствии рекомендованного алгоритма из-за недостаточности данных, да? Не представлено. Итак, следующий протокол, иранский консенсусный протокол. Значит, а если дети с легкой формы COVID-19 и с факторами риска, предлагается стартовая терапия осельтамивиром плюс сочетание с гидроксихлорахином. Если это легкая форма без факторов риска, то только лечение осельтамивиром. Если это средне-тяжелое-тяжелое состояние ребенка, то идет комбинация осельтамивир в сочетании с гидроксихлорахином и, если необходимы, лапенавир или ретенавир, или что-то из этих препаратов. Ну и критическая ситуация, когда добавляется практически весь арсенал, плюс добавляется еще рибавирин. В Великобритании не содержится рекомендаций с комментарием, нет никаких доказательств того, что любое противовирусное лечение или интерферон у детей является эффективным. Ну и некий протокол, значит, Американская ассоциация Ремдосевир по особому одобрению и тоцелизума по показаниям при критической форме состояния у детишек. Временные рекомендации по этиотропному лечению у детишек на территории Российской Федерации. Согласно рекомендациям Мездрава, назначение этих препаратов противовирусных должно быть строго индивидуально. Оно должно быть обосновано инфекционистом и педиатром. Может основываться на имеющихся данных об эффективности лечения других коронавирусных инфекций. Применение отдельных лекарственных препаратов допустимо по решению врачебной комиссии. Это обязательно в случае, если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения, поскольку ни один из препаратов сегодня не зарегистрирован для применения у детей с COVID-19. Схемы применения представлены на данном слайде. Схемы применения противовирусных препаратов у детей. Дети бессимптомной формы пятиатропной терапии не нуждаются. Дети с легкой формы. Начинаем с назначения противовирусных препаратов, таких как рекоменданты интерферон-альфа-2b-интраназально, препарат выбора, умифеновир или осельтамивир, как в качестве альтернативной терапии. Дети с тяжелыми хроническими заболеваниями. Терапия этих детишек согласовывается со специалистами федерального диагностического реанимационно-эстезиологического консультативного центра для детей, который специально для этого создан. И дети со средней тяжелой формой. Предлагается препарата выбора лапиновир-ретеновир, комбинированный препарат, плюс рекомендантный интерферон-альфа-2b-интраназально. Терапия детям с тяжелыми хроническими заболеваниями также согласовывается со специалистами ФДРКЦ. Для детей. Дети с тяжелой или критической формой. Лапиновир-ретеновир препарат выбора, либо гидроксихлорохин, либо гидроксихлорохин в сочетании с азитромедицином комбинация, рибавирин. Терапия также согласовывается со специалистами ФДРКЦ центра для детей. У новорожденных препаратом выбора является осель-тамивир. Терапия также согласовывается со специалистами, но только регионального консультативного центра для детей. И у детей старше 15 лет может быть рассмотрена татика назначения этиотропных средств, рекомендованных взрослым. Остановимся на характеристиках и схемах применения этиотропных препаратов у детей согласно инструкции по медицинскому применению этих данных препаратов. То есть они применяются согласно инструкции по определенным показаниям. Но опыт всех предыдущих стран, которые лечили детей с COVID-19, позволяет применять эти препараты в виде временных рекомендаций для терапии COVID-19. Итак, если мы посмотрим инструкцию по медицинскому применению данных препаратов. Интерферон альфа-2b, интраназальная форма. Возрастных ограничений нет. Представлены дозировки этого препарата в носовой вход. В зависимости от возраста, кратность назначения этих препаратов. Длительность терапии предусмотрена 5-7 дней. Но индивидуальная непереносимость, тяжелая форма аллергических заболеваний является противопоказанием для назначения данных препаратов. Во избежание развития побочных действий этого препарата. Аллапиновера и ритонавера в дозировочке 250 мг для приема внутрь. Напоминаю, что это антиретровирусная терапия. Несмотря на то, что она очень тяжелая, тем не менее, она при данной патологии, при данной нозологической ситуации единицы применяется достаточно рано. Если взять инструкцию по медицинскому применению, там написано по-разному. Здесь указано с 6 месяцев, а в ряде инструкций с 3-месячного возраста. Итак, с 6-месячного возраста до года есть раствор для приема внутрь. Старше 3-летнего возраста можно уже применять таблетки для приема внутрь. Здесь указана разовая дозировочка препаратов с зависимостью от веса ребенка. Длительность терапии 5-14 дней составляет. Индивидуальная непереносимость, тяжелая печеночная недостаточность являются противопоказаниями к назначению этих препаратов во избежание развития побочных действий и с осторожностью вирусной гепатиты, цирроз печени, панкреатит, гемофилия и подобные заболевания. Характеристики и схемы применения теотропных препаратов у детей. Продолжаем. Асельтамивир для приема внутрь, для приготовления суспензии лекарственной формы. Возрастных ограничений нет. Представлены разовые дозировки в зависимости от возраста и веса ребенка. Длительность терапии составляет 5 дней. Гиперчувствительность, почечная недостаточность, выраженные нарушения функции печени надо учитывать при назначении этого препарата во избежание побочных действий. Препарат гидроксихлорохин. В дозировочке 200 мг для приема внутрь. Существуют возрастные ограничения назначения этого препарата. То есть дети младше 6 лет, применять их нельзя. В дозировочке в зависимости от возраста ребенка рассчитывается по идеальной массе тела, а не по реальной массе тела для получения эффекта. Длительность терапии 5 дней. Ну и у препарата очень много противопоказаний и побочных действий. Перед началом терапии важно проводить ЭКГ. И рекомендовано мониторинг динамики проводить ЭКГ. И вы знаете, что в схеме терапии лечения взрослых пациентов он применяется. И если есть масса коморбидных состояний, есть такая особенность этого препарата – удлинение интервала КТУ. КУТ, простите, соответственно, с вытекающими последствиями, с развитием аритмии. И больше всего мы боимся желудочковых аритмий, которые, к сожалению, могут приводить к летальному исходу. Поэтому мониторинг ЭКГ на фоне приема этого препарата должен быть. Следующий препарат – умифенавир. В виде порошка для приготовления суспензии, таблетки и капсулы. Существуют возрастные ограничения. Разрешено только детям старше двухлетнего возраста. Разовая дозировка зависит от возраста. Кратность приема обозначена. Здесь вот такое примечание, что в КНР, в КНР, когда этот препарат ввели клинические протоколы по применению, в качестве испытаний, исследования, свойства этого препарата, активности в отношении COVID-19, применялся в трехкратный режим применения. Длительность применения препарата составляет 5 дней. Повышенная чувствительность компонента препарата, к сожалению, может вызвать какие-то побочные действия у ряда пациентов. Препарат Рибавирин. Также для приема внутрь в виде суспензии, таблеток и капсул. Существуют возрастные ограничения. Старше трех лет разрушен препарат. Дозировочка также зависит от возраста. Дозировочка и кратность введения препарата. Длительность терапии до 14 дней. Ну и тоже достаточно тяжело, видимо, очевидно переносится этот препарат. Поэтому сердечно-сосудистые заболевания, тяжелая анемия, почечные недостатки, аутоиммунные заболевания и масса других. Существуют противопоказания и побочных действий этого препарата при его приеме. Ну и последнее. Внутривенные высокодозные иммуноглобулины при внутривенном введении существует. Возрастных ограничений нет. Существуют две схемы. Либо из расчета 1 грамм на килограмм в сутки в течение двух дней, либо 400 миллиграмм на килограмм в сутки в течение пяти дней. Вводятся препараты только по строгим показаниям. Значит, возможности этих препаратов при лечении COVID-19 у детей. Интерферон альфа может снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни. Вот китайские коллеги ранее имели опыт применения интерферона альфа в лечении таких заболеваний, как бронхиолиты, вирусные пневмонии, интровирусной визикулярной стоматии, ТОРВИ, SARS-инфекция, более ранее возникающие в 2003, 2003, 2009 годах других вирусных инфекций. Однако доказательная база по применению этих препаратов, она, к сожалению, отсутствует. В Российской Федерации формы интерферона альфа для небулайзера не зарегистрированы. У нас есть только форма для интерназального применения, либо ректальные формы интерферонов. Небулайзерами не рекомендуется пользоваться из-за высокого риска заражения окружающих. Поэтому при необходимости проведения небулайзерной терапии нужно важно очень, чтобы медицинский персонал, проводящий эту манипуляцию, был строго экипирован средством индивидуальной защиты. Потому что через эти аэрозольные частички, к сожалению, повышается риск заражения окружающих пациента, людей. Лапиновир и ретиновир, комбинация препарата при COVID-19, применялся только у взрослых пациентов с COVID-19. Доказательная база эффективности и безопасности у детей отсутствует. В более ранних вариантах рекомендаций китайские педиатры писали, что назначали этот препарат в зависимости от массы тела ребенка. Ну и с массой тела более 40 кг препарат назначался как взрослым на 1-2 недели. В последнем консенсусе детей убрали и оставили лапиновир и ретиновир только для взрослых. В таблетках на 50 мг 2 таблетки на прием 2 раза в день не более 10 дней. Напоминаю, что дети старше 15 лет и весом более 40, а по отдельным препаратам более 50 кг разрешена схема применения данного препарата. У мифеновир, асельтамивир и другие противогриппозные лекарственные средства при COVID-19. У мифеновир применялся у пациентов с COVID-19, однако отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности. Асельтамивир и другие противогриппозные средства могут применяться только у пациентов, инфицированным вирусом гриппа. И надо отметить, что у китайских детей, заболевших COVID-19, чаще всего определялись вирусы гриппа А и В КНР и очень небольшой процент населения, в том числе детского, привитого от гриппа. Иммуноглублины при COVID-19 могут применяться у тяжелых пациентов, эффективность также, к сожалению, не определена. Другая терапия при COVID-19. В начале эпидемии появилась работа высокой эффективности ядроксихлорохина, в том числе в сочетании с азитромицином у пациентов с COVID-19. В последнем консенсусе записано хлорохинофосфат только для лиц старше 18 до 65 лет. При массе тела более 50 кг одна дозировочка, менее 50 кг другая дозировочка. В течение 7 или 5 дней, в зависимости от схемы, в исследовании французских коллег летальность во всех марсельских госпиталях была ниже у тех пациентов, кто лечился в течение как минимум 3 дней комбинации гидроксихлорохина и азитромицина по сравнению с теми, кто получал другие терапевтические режимы. Но опять-таки повторяюсь, данных пока еще недостаточно, и однозначные выводы делать пока еще рано, но тем не менее различные методики с применением гидроксихлорохина в сочетании с азитромицином по всему миру применяются и используются. Возможны новые терапевтические стратегии у детей. Лапиновер, литонавер вероятнее всего не будет применяться в связи с недоказанностью эффекта у детей. Комбинация гидроксихлорохина и азитромицина возможно. Тоцелезумаб у детей возможно. Ремдезивир, препарат против вируса Эбола, возможно, будут рассмотрены такие стратегии. Есть такая стратегия препарата цинкоперитиона. То есть это возможные новые терапевтические стратегии. Они пока еще не реализованы. То есть рассматриваются эти препараты с учетом патогенеза и опыта лечения предыдущих стран. Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций при COVID-19. Медикаментозное теотропное лечение при ОРВИ доказано только в отношении одного возбудителя – вируса гриппа. Для лечения гриппа ВОЗ рекомендует применение теотропных химиопрепаратов, блокирующих репликацию вируса, то есть обладающих прямым противовирусным действием. Противовирусная терапия должна назначаться как можно раньше, с момента первых симптомов, первые 48 часов болезни желательно, и начинаться без ожидания лабораторной верификации диагноза. Эти рекомендации применимы ко всем группам пациентов, включая беременных женщин, детей раннего возраста, пожилых людей, пациентов с сопутствующими нарушениями здоровья. В Российской Федерации среди препаратов прямого противовирусного действия представлены ингибиторы нейрониминидазы, ингибиторы гемаглютинина, ингибиторы фузии, блокатор М2 каналов вируса. Для остальных возбудителей ОРВИ противовирусное действие препаратов носит неспецифический характер и относится к разряду иммунотерапии. Лекарственная терапия ОРВИ при COVID-19 для лечения гриппа в составе комплексной терапии ОРВИ широко используется интраназальная форма препаратов интерферона Альфа-2Б и гаммаинтерферона, индукторы интерферонов и другие иммунотропные препараты. Они здесь представлены. Однако следует помнить, что индукторы интерферона и иммуномодулирующие препараты не могут заменить противовирусные препараты прямого действия, и они должны применяться только в составе комплексной терапии. То есть в качестве иммунотерапии, возможно, эффекта мы не получим. Лекарственная терапия при COVID-19. В соответствии к консенсусным экспертным мнениям, при лечении COVID-19 рекомендуется несколько лекарственных препаратов, которые можно использовать как в монотерапии, так и в комбинации. В частности, хлорохин, гидроксихлорохин, лапиновир, ритонавир, азитромицин. Здесь написано плохое качество сети. Ничего, закрываю? Среди препаратов, которые проходят исследования инвидра, а также уже находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифенавир, ремдесивир и фавипиравир. Ну и ряд других препаратов, которые в определенных странах, наверное, применяются, может быть, информация для нас еще не доведена. Комбинированные схемы лечения. Принимая во внимание, что особенность клинических проявлений COVID-19 высокое сходство с клиническими проявлениями сезонных ОРВИ на ранней стадии заболевания. Особенности течения COVID-19. Малосимптомное течение в первую неделю заболевания с возможностью развития двусторонной пневмонии и возможность сочетанных форм заболевания сезонной ОРВИ и COVID-19 для профилактики неблагоприятного течения инфекции и развития осложнения целесообразно использованием комбинированных схем лечения, включающих как препараты для лечения сезонных ОРВИ, так и препараты, активные в отношении вируса SARS-CoV-2. Комбинированная схема лечения. В качестве возможных схем легких форм ОРВИ с подозрением на COVID-19 в амбулаторных условиях можно включать комбинацию препаратов с доказанной эффективностью в отношении сезонных ОРВИ препараты, предположительно эффективные в отношении SARS-CoV-2 до получения лабораторного подтверждения диагноза. Особенностью предложенных схем является применение пониженных дозировок гидроксихолорохина и мефлохина, что снижает риск кардиотоксического действия без значительного снижения эффективности. После подтверждения диагноза лечения проводится в соответствии с клиническими рекомендациями по лечению ОРВИ или временным методическим рекомендациям по лечению COVID-19. Здесь представлены комбинированные схемы лечения, 5 комбинаций возможных. Первая комбинация рекомендантного интерферона альфа, согласно инструкции по медицинскому применению, в сочетании с препаратом гидроксихолорохин и схема применения его указана. Вторая комбинация рекомендантный интерферон альфа, либо это капли, либо спрей в каждый носовой ход с определенной регулярностью, в сочетании с мефлохином и тоже свой режим дозирования в течение 7 дней. Третья возможная комбинация умифеновир, сочетание с гидроксихолорохином в течение 7 дней. Четвертая возможная комбинация умифеновир, сочетание с мефлохином, также в течение 7 дней. И пятая возможная комбинация рекомендантный интерферон альфа, капли спреево-носовые ходы, в сочетании с умифеновиром, получается в течение 5 дней. Учитывая отсутствие объективных доказательств эффективности применения вышеуказанных препаратов при COVID-19, назначение лечения должно обязательно сопровождаться получением добровольного информированного согласия пациента или его законного представителя. Пандогенетическое и симптоматическое лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей. Патогенетическая терапия и симптоматическая терапия следует проводить по общим принципам лечения ОРВИ с учетом характера процесса, то есть это поражение верхних или нижних дыхательных путей, руководствуясь утвержденными федеральными клиническими рекомендациями. В ходе текущей вспышки остается ряд дискутабельных вопросов по отдельным тактикам и методикам. Дезинтоксикация и регидратация. Восполнение потерь жидкости и дезинтоксикации является неотъемлемой частью терапии при манифестных случаях болезни. Дети, находящиеся на грудном вскармливании, могут продолжать получать его. При выраженных явлениях гастроэнтерита с потерей жидкости необходима регидратация, которая может осуществляться по рекомендованной методике, энтерально или парэнтерально, в зависимости от степени тяжести иксикоза. Объем вводимой жидкости должен строго контролироваться. ВОЗ не рекомендует использовать определенные растворы для регидратации. Жаропонижающая терапия. Во всех рекомендациях временных указывается препарат парацетамол, как препарат выбора. У детей из расчета 10-15 мг на килограмм, не более 60 мг в сутки. Однако по второму препарату, ибупрофену, разрешенному в педиатрической практике, в настоящее время нет научных доказательств, устанавливающих связь между приемом ибупрофена и ухудшением терапии COVID-19. Но, тем не менее, при прочтении всех практически временных методических рекомендаций, упоминается как препарат выбора, препарат парацетамол. Не следует применять метамезол, ацетилсалициловую кислоту и немисулит у детей. В педиатрической практике. Симптоматическая терапия с целью улучшения отхождения мокроты или продуктивного кашля назначают мукоактивные препараты. При наличии бронхоабструктивного синдрома целесообразна бронхолитическая ингаляционная терапия с назначением сальбутамола, фенетерола или комбинированной препаратой протропия бронилосочетания с фенетеролом. Но медицинский персонал при проведении небулайзерной терапии должен быть одет в средства индивидуальной защиты строго по алгоритмам. Ингаляционная терапия. При необходимости такой терапии для ингаляции бронходилататоров ингаляции рекомендуется проводить осторожно из-за возможности передачи аэрозоля и минимизируя распространение капель. То есть это в данной сложившейся ситуации не совсем безопасный способ ведения и лечения детей. Оксигенотерапия. Дотация кислорода показана во всех случаях, сопровождающихся гипоксимией, уровень сатурации кислорода менее 94%, тяжелой дыхательной недостаточностью, центральным санозом, шокой, комой или судорогами, развившимися у ребенка. Необходимо внимательно наблюдать за пациентами с COVID-19, немедленно реагируя на изменяющие состояния, подготовиться к оказанию расширенной респираторной поддержки. Все зоны, палаты, отделения, боксы и так далее, где проводится лечение пациентов, должны быть оснащены пульсоксиметрами, оборудованы функционирующими кислородными системами и одноразовыми расходными материалами для проведения оксигенотерапии. Использование глюкокортикостероидов допускается только в исключительных случаях при развитии жизнеугрожающих состояний и не рекомендуется при вирусной пневмонии. Препараты допустимо применять только короткими курсами, 3-5 дней. Рекомендуемая доза метилпрединзолона не должна превышать 1-2 мг кг в сутки. Принцип назначения препаратов офф-лэйбл. Надо обязательно об этом помнить, потому что в текущих условиях ограниченности доказательной базы по лечению COVID-19, используя препараты в режиме офф-лэйбл, базируются на международных рекомендациях, а также согласованных экспертных мнениях, основанных на оценке степени пользы и риска при использовании терапии в режиме офф-лэйбл. И принципы назначения препаратов офф-лэйбл должны соответствовать этическим нормам, рекомендованным ВОЗ, и осуществляться на основании всех ниже указанных документов. Как обычно в клинической практике это проводится. Критерии выписки. Выписка детей с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 разрешается при отсутствии клинических проявлений болезни и получении двукратного отрицательного результата лабораторного исследования наличия РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР с интервалом не менее одного дня. Антибактериальная терапия при осложненных формах новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей в соответствии со стратегией контроля антимикробной терапии при присоединении бактериальной пневмонии на фоне COVID-19 показано значение рациональной антибактериальной терапии с учетом вероятного спектра возбудителей и стратификации по наличию факторов риска полирезистентных возбудителей. Шкала стратификации госпитализированных пациентов по фактору риска полирезистентных возбудителей. Мы можем поделить наших пациентов на два типа. Пациенты первого типа, характер инфекции вне больничной, инфицирование, обращение за медицинской помощью накануне госпитализации не было в течение последних трех месяцев. Не было у этих пациентов проведения антибактериальной терапии в течение последних 90 дней на момент обращения госпитализации. И, как правило, это пациенты без тяжелой сопутствующей патологии и дополнительных факторов риска полирезистентных возбудителей у данных пациентов не определяются. И второй тип пациентов – это внебольничное пневмонии с факторами риска полирезистентных возбудителей. У них в анамнезе есть обращение за медицинской помощью в течение последних трех месяцев. У них есть в анамнезе предшествующая антибиотикотерапия в течение последних 90 дней. Тяжелая сопутствующая патология в виде хронической болезни печени, цирроза печени, сахарного диабета, патология легких, сердечно-сосудистая патология. И среди дополнительных факторов риска – поездка за границу с регионом с высоким уровнем полирезистентных возбудителей. Протоколы стартовой эмпирической антибактериальной терапии. Бактериальные пневмонии ассоциированы с повреждением легких при COVID-19 с учетом стратификации по наличию факторов риска полирезистентных возбудителей в отделениях педиатрического профиля. Соответственно, если пациенты относятся к первому типу, согласно стратификации препаратами выбора является ампицелин, соответствующий дозировке способа введения, либо ингибит разощущенный пенициллины, амоксициллин с колобулонатом и ампициллин с сульбактамом. Или антистрептококовый цифлосфорин третьего поколения цифотосин и цифтрексон при необходимости в сочетании с макролидными антибиотиками. И при втором типе, согласно стратификации, препаратами выбора являются ингибиторы защищенной пенициллины, амоксициллин с колобулоновой кислотой, ампициллин с сульбактамом, ингибиторы защищенной цифлосфорины или третьего поколения. На слайде они представлены. Основные критерии эффективности антибактериальной терапии при первоначальной оценке в сроке 48-72 часа практически те же самые. Ничего здесь нового нет. Это уменьшение симптомов интоксикации, выраженности основных проявлений заболевания, уменьшение лихорадки, снижение уровня цирреактивного белка, уменьшение уровня лейкоцитов, нейтрофилов, палочка ядерного сдвига, лейкоцитарной формулы. Терапия осложнений новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей. Факторы риска тяжелого заболевания у детей. Дети, имеющие врожденные пороки развития сердца, бронхолегочные дисплодии, пороки респираторного тракта и так далее, в том числе иммунодефицитные состояния или длительно ходящие на иммуносупрессивной терапии, контактирующие с пациентом с COVID-19, а также имеющие один или следующие симптомы. Одышка, снижение сатурации кислорода, лихорадка свыше 3-5 дней, какие-то проявления нарушения сознания, повышение уровня ферментов в крови определенных, необъяснимый метаболический ацидоз, изменение рентгенограммы в виде двухсторонних или мультидалевых инфильтративных изменений, наличие плеврального выпада или быстрое нарастание изменений, возраст ребенка младше 3 месяцев, поражение других органов и систем, экоинфекция с другими вирусами или бактериальной инфекцией. Лечение пневмонии. С учетом рекомендаций ВОЗ, эмпирическая антибактериальная терапия назначается на основании клинического диагноза. Внебольничная – это пневмония или назокомиальная, вирусная она или бактериальная. При назначении терапии следует придерживаться утвержденных клинических рекомендаций, учитывая возраст и данные о резистентности основных возбудителей в данном конкретном регионе. Гипоксимическая дыхательная недостаточность при остром респираторном дистреле синдроме обычно возникает в результате нарушений вентиляционно-перфузионных отношений или внутролюгочного шунтирования крови и обычно требует механической вентиляции легких. В настоящее время нет данных у детей по поводу, недостаточно вернее данных по поводу лечения сепсиса и септического шока при COVID-19, но тем не менее ВОЗ рекомендует использовать общепринятую тактику с назначением эмпирической антибактериальной терапии как можно раньше, то есть желательно в течение часа от момента постановки диагноза. Методы и способы респираторной поддержки у детей с COVID-19 Согласно рекомендациями Здравой России, показаниями для перевода ребенка в отделение реанимации интенсивной терапии является нарастание цианоза, одышки в покое, снижение сатурации менее 92-94%, одышка в зависимости от возраста ребенка, появление кашля с примесью крови в мокроте, боли или тяжести в груди, появление признаков геморрагического синдрома, изменение психического состояния с изменением степени угнетения сознания или наоборот возбуждения, повторная рвота, снижение артериального давления, уменьшение мочи отделения, то есть признаки начинающейся олиго, а потом олиго-анурии, сохранение высокой лихорадки более 4-5 суток с рефракторностью к жаропонижающим средствам и развитием тяжелых осложнений. Выбор метода респираторной поддержки в зависимости от тяжести острой дыхательной недостаточности, значит, проявление средней тяжести, в том числе начальные, достаточно оксигенотерапии через лицевую маску или носовые конюля, цель нашей терапии – улучшение оксигенации. Средне-тяжелое и тяжелое состояние оксигенотерапии через сокопоточные конюля или неинвазивный ВЛ, цель – основная стабилизация состояния, улучшение оксигенации, и тяжелые крайние тяжести состояния, индубация трахеи и перевод на ИВЛ, там, где это возможно, ЭКМО и стабилизация состояния, улучшение оксигенации – основная цель и критерий эффективности респираторной поддержки. Консультации ФДРКЦ для детей в соответствии с приказами Здравого России для оказания консультативной помощи создан подобный федеральный дистанционный консультативный центр «Анестезиология и реаниматология по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19» и «Пневмония у детей». Создание этих федеральных диагностических консультативных центров для различных категорий населения, в том числе и для детей. Здесь указана база, на базе какого подразделения создан этот консультативный центр для детей. Единый номер колл-центра представлен. Согласно приложению первого приказа Минздрава России от номер 198 от 19 марта текущего года, на счет телемедицинских консультаций врачей-специалистов для детей с представителями специалистов Федерального диагностического консультативного центра по реанимации и анестезиологии для детей по следующим состояниям. Это дыхательная недостаточность, требующая ВЛ, недостаточность кровообращения, рефрактерная, кинотропная, запресная препарата, необходимость применения методов интенсивной терапии, недоступных медицинской организации, нарастанием синдрома системы воспалительной реакции или ухудшения оценки по шкале полиорганной недостаточности, оценки состояния, наличие тяжелого хронического заболевания у ребенка с подтвержденным COVID-19 заболеванием. Ну и в конце лекции представлены контрольные вопросы, контрольные задания. Данные вопросы и задания нигде отвечать, высылать не нужно. Они здесь представлены только для самоконтроля знаний, для того, как вы усвоили этот материал, чтобы самому себе ответить на возникающие вопросы. Материалы были подготовлены авторским коллективом, он здесь представлен. Ну и закончить лекцию я хотела также словами Бориса Евгеньевича Вотчила, поменьше лекарств, только совершенно необходимые. Благодарю за внимание. Сейчас я предлагаю сделать небольшой перерыв, буквально 5-10 минут. Вот на моих часах без 5 можно ровно в час приступить ко второй лекции. Сделать небольшой перерыв. Встать, походить, сменить положение с вашего позволения. Продолжение следует... 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 5 минут прошло. С вашего позволения мы продолжим наши лекции. Следующая лекция будет посвящена вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции и маршрутизации детей с подозрением на COVID-19. Сейчас я пока слайд настрою сначала. Итак, профилактика новой коронавирусной инфекции, маршрутизации детей с подозрением на COVID-19 или уже, к сожалению, заболевших. Новой коронавирусной инфекцией. Также хочу начать свою лекцию со слов не менее замечательного ученого-исследовательства, антрополога Маргарет Мэтт. И сказать, что призвать вас стать той самой группой вдумчивых и преданных людей. И только так может меняться мир. И только так мы можем вместе, благодаря объединив усилия, выйти из этой сложной для нас с вами ситуации. Поэтому в план нашей лекции будет включены такие вопросы, как принципы профилактики новой коронавирусной инфекции. Вопросы специфической, не специфической профилактики новой коронавирусной инфекции у детей, в том числе. И очень будем много говорить о профилактике не специфической у медицинских работников. И также некоторые вопросы маршрутизации детей больных новой коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее. И особенности эвакционных мероприятий. Основные использованные источники при подготовке к данной лекции. Также на главной странице Союза педиатров России, главный сайт, главная страничка, в разделе COVID-19 были использованы при подготовке к данной лекции информация по коронавирусной инфекции у детей. Информация обновляется с определенной периодичностью. Вопросы об организации вакцинации в плановом порядке и по эпидемическим показаниям в условиях распространения COVID-19. Далее это временные методические рекомендации Минздрава России, пятая версия, позиции экспертов Союза педиатров России в отношении вакцинации, руководство по плановой иммунизации. И приказ 198Н от 19 марта текущего года с дополнениями от 27 марта приказ 246Н и от 2 апреля приказ 264Н. А также принципы иммунизации во время пандемии COVID-19 – это позиции экспертов ВОЗ. Часть информации брали из COVID-19 временных методических рекомендаций департамент здравоохранения города Москвы. Принципы профилактики новой коронавирусной инфекции у детей. Основные принципы ключевых профилактических требований в условиях вспышкой новой коронавирусной инфекции COVID-19 изложены в новом руководстве ВОЗ. Оно представлено у вас на экране. Мероприятия по предупреждению завоза и распространению COVID-19 на территории Российской Федерации регламентированы большим количеством распоряжений правительства Российской Федерации. Часть из них здесь еще я даже не привела. Они еще новые появились. Мероприятия по предупреждению завоза и распространению COVID-19 на территории Российской Федерации регламентированы постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Их тоже много. Они постоянно обновляются. Мероприятия по недопущению распространения COVID-19 в медицинских организациях проводятся в соответствии с приказом 198Н. О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации. Специфическая профилактика новой коронавирусной инфекции у детей. На данный момент рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики COVID-19, к сожалению, нет. Исследование по эффективности существующих противовирусных средств в качестве экстренной или плановой профилактики не проводилось. Некоторые из вакцин-кандидатов проходят первую фазу клинических исследований на взрослых здоровых добровольцев. Интраназальный интерферон Альфа-2Б. Временными рекомендациями Минздрава России допускается интраназальное введение этого препарата для профилактики COVID-19 у взрослых и у беременных. Эффективность интраназального интерферона Альфа-2Б для плановой и экстренной профилактики COVID-19 у детей не изучалась. Но в Китайской Народной Республике интерферон Альфа-2Б был рекомендован только детям из группы риска при тесном контакте с больным COVID-19. Рекомендованные схемы медикаментозной профилактики COVID-19 взяты они из приложения 10. Это пятая версия временных методических рекомендаций по профилактике диагностики и лечения COVID-19. Группа здоровых лиц, речь идет о взрослых и беременных женщинах, рекоменданты интерферон Альфа, капли или спрей в каждый назову ход до 5 раз в день. Разовая доза и суточная доза представлены на этом слайде. Специфическая профилактика РС вирусной инфекции. Показано, что коинфекция с РС вирусом является фактором, который может утяжелять течение коронавирусной инфекции у детей раннего возраста, особенно у детей с отягощенным преморбидным фоном. Таким образом, целесообразно сезонная профилактика РС вирусной инфекции с введением пали визумаба детям из группы риска. При этом необходимо руководствоваться утвержденными на территории Российской Федерации клиническими рекомендациями. А на данный момент данных, свидетельствующих о том, что у детей на фоне течения COVID-19 повышен риск развития инвазивных форм пневмококовой или гемофильной инфекции, нет. Также отсутствуют данные о повышенном риске тяжелого течения при COVID-19 и гриппе у детей. Вместе с тем, вакцинация против этих инфекций крайне необходима и не должна откладываться, особенно в группах риска. Вот дальше я буду говорить и покажу вам несколько слайдов. Это позиции экспертов Союза педиатров России в отношении вакцинации в период пандемии. Как бы это сейчас сложно мне казалось, определенная рациональность в этой позиции, она существует. Эксперты Союза педиатов России в отношении вакцинации в период пандемии призывают плановые прививки детям не останавливаться. Необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев для предотвращения угрозы вспышек эпидемий, таких как, например, кори, полимелит. Потому что если иммунная прослойка среди детей, она катастрофически упадет в связи с этими временными медотводами, мы с вами знаем и помним, что индекс контагиозности воздушно-капельной инфекции, в частности кори, он гораздо выше. Мы получим всплеск другой проблемы у детей, поэтому по мере необходимости, по мере возможности, вакцинацию все-таки не следует останавливать. Иммунизацию следует проводить в условиях строгого соблюдения мер предупреждения распространения коронавирусной инфекции со всеми вытекающими из этого последствиями. Первостепенная значимость должна уделяться выполнению первичных схем иммунизации в младенческом возрасте, преимущественность использования комбинированных вакцин в четком соответствии с национальным календарем профилактических прививок и со стандартами и рекомендациями. В связи с этим порядок организации вакцинации в плановом порядке и по эпидемическим показаниям в условиях распространения COVID-19 в виде письма от Министерства здравоохранения Российской Федерации, опять-таки же на главной страничке с сайта Союзов педиатра России представлен, с ним можно ознакомиться. Неспецифическая профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей. Неспецифическая профилактика вообще любой инфекции, в том числе и коронавирусной, она состоит из трех основных моментов. Это организация мероприятий в отношении источника инфекции, это мероприятие направленное на механизм передачи возбудителя инфекции, и это мероприятие направленное на восприимчивый контингент. В отношении источника инфекции контагиозность нового возбудителя высока, поэтому инфицированные дети должны быть изолированы дома или госпитализированы в зависимости от тяжести своего состояния и клинической картины болезни. Госпитализация предпочтительно в изолированные палаты или боксы. Требуется адекватная вентиляция, санитарная обработка палат боксов и дезинфекция всех предметов, используемых ребенком. Необходимо также соблюдение правил по использованию масок и их утилизации. Мероприятие направленное на механизм передачи возбудителя, это соблюдение правил личной гигиены, это использование одноразовых медицинских масок, которые должны меняться каждые два часа, это соблюдение дистанции в общественных местах как минимум метр, а лучше полтора-два, это использование средств индивидуальной защиты для медицинских работников, это проведение дезинфекционных мероприятий, утилизация медицинских отходов классов B и транспортировка больных специальным транспортом. Для детишек блокирование пути передачи возбудителя заключается в предотвращении воздушно-капельного пути передачи. Нужно научить детей закрывать рот и нос салфетком или носовым платком при кашле и чихании. Нужно научить ребенку мыть ручки, обучить его семиступенчатой технике мытья рук. Если он маленький, соответственно, за него мыть его ручки. Научить ребенка не дотрагиваться до рта, носа, глаз, до мытья рук сразу после возвращения из общественных мест. После того, как он вымоет ручки, это можно делать. А пока он гуляет на прогулке или в общественных местах, естественно, он не должен дотрагиваться. После кашля или чихания, перед едой, после посещения туалета. Обрабатывать регулярно детские игрушки нагреванием до 56-60 градусов в течение 30 минут. С применением 70% спирта, алкоголя, здесь написано, или хлорсодержащих дезинфекантов, или ультрафиолетового излучения. Для того, чтобы уменьшить риск заражения, нужно ограничить использование общественного транспорта в эпидемических очагах, использовать маски, особенно в плохо вентилируемых помещениях, и избегать контактов с дикими животными и походов на рынки, где их могут продавать. Но сегодня это уже не совсем актуально. Тем не менее, наблюдение за детьми, контактирующими с заболевшими, измерение температуры тела, наблюдение за общим состоянием, при появлении симптомов подозрительных на зажение SARS-CoV-2, госпитализация в профильные стационары. Новорожденные от инфицированных SARS-CoV-2 матерей должны быть обследованием на возбудителя и изолированы дома или в отделении в зависимости от состояния ребенка. Мероприятие направлено на восприимчивый контингент. Здесь речь идет о поддержании иммунитета детей, сбалансированное питание, адекватное по возрасту физическая нагрузка, регулярное медицинское наблюдение при необходимости и избегание чрезмерных нагрузок. Это действенные меры для предотвращения заражения. Также важна эмоциональная стабильность и ментальная активность детей. И все это рекомендуется организовать родителям, ухаживающим и пребывающим с детьми, либо на режиме самоизоляции, либо просто пребывая дома. Вакцинация – эффективный путь предотвращения заражения. И вакцины пока только разрабатываются. На данный момент проходят первую стадию клинических испытаний в разных странах единомоментно. Правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок. Это очень важно. Перед тем, как надеть маску, необходимо обработать руки спиртсодержащим средством или вымыть их тщательно с мылом не менее 20-30 секунд. То есть грязными руками маску не трогать, не надевать. Маску необходимо надеть так, чтобы она закрыла и нос, и рот без зазоров между лицом и маской. Не следует касаться руками маски во время использования. В случае, если это произошло, следует руки обработать спиртсодержащим средством или тщательно их вымыть с мылом. Как только маска становится сырой, ее необходимо заменить на новую. Не следует использовать одноразовые маски повторно. Они для этого не предназначены. И снимать маску необходимо держать за резинки сзади, не касаясь передней части маски. Следует сразу выбросить маску в закрывающийся контейнер для отходов. Если такого нет, то в какой-то отдельный пакет завязать и выкинуть, и обработать руки спиртсодержащим средством или тщательно их вымыть с мылом. То есть это определенная процедура, которую нужно довести до автоматизма. Антисептики для рук ВОЗ рекомендует использовать на основе спирта в силу следующих явных преимуществ. Действия на большинство микробов и вирусов. Короткое время экспозиции. Всего лишь 20-30 секунд достаточно. Ну и самое главное, лучшая переносимость у кожи. Профилактика заражения через грудное вскармливание. В феврале 2020 года китайские эксперты в своем консенсусе не рекомендовали продолжать грудное вскармливание матерям с подозрительным или подтвержденным случаем COVID-19. Продолжение грудного вскармливания допускалось при отрицательном результате исследования грудного молока на данный вирус. В ограниченных исследованиях женщин с COVID-19, а также с другой коронавирусной инфекцией, вирус не был обнаружен в грудном молоке. И поэтому, так как COVID-19 в настоящее время многое неизвестно, целесообразность начала и продолжения грудного вскармливания определяет мама в координации со своей семьей и медицинским работником. Мы с вами, как педиатры, всегда помним, что нет ничего лучше грудного вскармливания. И если все моменты только подозрительные и неподтвержденными, то, соответственно, лучше не отлучать малыша от грудного вскармливания. При этом мама все меры предосторожности в виде ношения маски, тщательной обработки рук перед тем, как взять малыша, должна обязательно соблюдать. Либо разрешается, может быть, рассмотреть вариант при помощи молокотсоса молоко использовать через бутылочку. При этом нужно определиться со здоровым членом семьи, который будет проводить вскармливание до всего, чего касается мамы. Все должно быть простерилизованно обработано, в том числе и руки мамы. Но вот, а если послушать мнение экспертов, акушер-гинекологов, то они однозначно говорят, что никакого грудного вскармливания. Они разделяют, полностью переводят малыша на искусственное вскармливание и, соответственно, маршрутизация. Мама в соответствующий стационар, при необходимости ребенка в соответствующий стационар. То есть, как всегда, здесь дуализм между акушерами, гинекологами и педиатрами, но это обычная практика. Сводные рекомендации ВОЗ по индивидуальной защите населения. Хочу обратить внимание, данный ВОЗ, поэтому, может быть, они звучат несколько странно для нас. Но, тем не менее, наши все рекомендации, алгоритмы основаны на этих рекомендациях. Итак, зона домашняя. Пациенты с респираторными симптомами. Любые действия дома. Нужно поддерживать расстояние минимум 1 метр. Медицинская маска человека, у которого есть респираторные симптомы, снимать только во время сна. Родители-родственники. При входе в комнату больного, но не предоставляется прямой уход или помощь, лучше надеть маску. Родители-родственники, предоставляющие прямую помощь или контакт с биологическими выделениями, калмача и так далее, больного с COVID-19, нужно обязательно надеть медицинскую маску, перчатки, фартук, если предполагается разбрызгивание этих биологических выделений. Публичное пространство, школы, торговые залы, вокзалы и так далее. Люди без респираторных симптомов. Любые действия. СИС, как правило, не требуется. Но в свете сложившейся ситуации, вы знаете, нас всех требует ношение масок обязательно, ношение перчаток. Но тем не менее, когда были разработаны сводные рекомендации, тактика экспертов ВОЗ была такая. Административные зоны, весь персонал, если он здоровый и нет у него признаков респираторных симптомов, любые действия, в принципе, СИС не требуется. Зоны скрининга, входы и выходы, сотрудники, находящиеся в этих зонах скрининга. Если это первичный скрининг, измерение температуры, не включая прямой контакт, то есть бесконтактное измерение, то тогда нужно поддерживать расстояние минимум метр и СИС в принципе не требуется. Но сотрудники, которые осуществляют вторичный скрин, опрос, лиц с лихорадкой для выяснения клинических симптомов истории путешествий, то есть сбора анамнеза, обязательно медицинские маски и перчатки. Но опять-таки, повторяясь, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, возможно, это чрезмерно, возможно, это обоснованно, раз обжегшись, дуешь и на холодное. Сейчас всегда на любом этапе все-таки требуется как минимум медицинскую маску и перчатки. Зона временной изоляции, карантина. Для сотрудников входят в зону изоляции, но не оказывают прямую помощь, нет прямого контакта с человеком, подозреваемым по COVID-19. Нужно поддерживать расстояние минимум один метр, надеть медицинскую маску и перчатки. Если этот сотрудник участвует в помощи в медицинской эвакуации такого человека, пациента, предполагаемого, то медицинская маска, халат, перчатки и защита глаз. По режиму самоизоляции все граждане, прибывшие из неблагополучных регионов стран или контактные с заболевшими, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. При наличии возможности самоизоляции осуществляется в домашних условиях, если таких условий нет, то в условиях обсерватора. Все лица, прибывшие из неблагополучных стран, обязаны незамедлительному ведомству о своем возвращении на территорию Российской Федерации, сообщив о месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического проживания на горячую линию, организованном в любом субъекте Российской Федерации. Часть информации может уже сегодня не актуальна. Таких лиц, прибывших из неблагополучных стран, скорее всего, стало критически мало, но тем не менее, когда все это начиналось, обязательно эти мероприятия проводились. Самоизоляция в домашних условиях подразумевает нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и другими лицами, не подвергнутыми изоляции. Если это невозможно создать, невозможность создания разобщения, другие члены семьи, совместно проживающие, к сожалению, также обязаны соблюдать этот режим самоизоляции. Возможность нахождения ребенка с матерью или другим законным представителем необходимо решать строго индивидуально, исходя из возраста и интересов ребенка и его безопасности. Не могут допускаться ухода за ребенком взрослые старше 65 лет и лица любого возраста, относящиеся к группам риска. За лицами, находящимися в самоизоляции, осуществляется ежедневное медицинское наблюдение, согласно утвержденному алгоритму приказа 198Н. В случае любого ухудшения состояния ребенка родители незамедлительно должны обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, сообщив о прибивании на режиме самоизоляции. Лицу, находящемуся с ребенком, должны быть подробны и в доступной форме разъяснены методы личной профилактики и правила дезинфекции помещений. Любая медицинская помощь ребенку, находящемуся в самоизоляции, на дому, осуществляется только в средствах индивидуальной защиты. Основные рекомендации ВОЗ помощи детям со стрессом в условиях вспышки COVID-19. Нужно об этом всегда помнить, и дети на стресс реагируют по-своему, поэтому нужно отвечать на реакции ребенка позитивно, интересоваться, что его беспокоит, окружить его любовью и вниманием, стараться это делать еще больше, чем обычно, прислушиваться к ребенку, проявляя доброту и приободряя его, придумывать для ребенка игры и интересные занятия, чтобы его отвлечь от всяких грустных мыслей, возможности не разлучать детей с родителями и другими членами семьи. Если это невозможно, в случае госпитализации необходимо обеспечить регулярное общение ребенка с семьей, например, по телефону, и предоставить ему необходимую моральную поддержку. Стараться как можно более тщательно следовать заведенному порядку или графику, либо учитывая смену обстоятельств, весни новый распорядок дня, в котором предусмотрен время не только для дистанционного образования школьного или другого, а также для игр и отдыха, что очень важно. Объяснить ребенку, что произошло и какова текущая ситуация, и на доступном ему языке рассказать, как уберечься от заражения. Но вот в связи с этим существует очень много различных листовых буклетиков, и вот один из них, а вот распотребнадзор, 8 советов, как говорить с ребенком о коронавирусе. Вот он на этом слайде представлен. Ну, в виде такого лайфхака, да. Неспецифическая профилактика среди медицинских работников. Это важный аспект. Медицинский работник при работе с пациентом, будь то он подозрительный или подтвержденный случай, обязан использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. К СИЗ для медработника относится шапочка, противочумный, он же хирургический халат, респиратор типа Н95, ФФП-2 или аналогичный, то есть степень защиты должна быть выше, не ниже. Следует руководствоваться общими требованиями СИЗ, предоставленными ВОЗ, а также текущими нормативным документом на территории Российской Федерации. Требования, предъявляемые к медицинскому работнику при осмотре ребенка на дому. Значит, осмотр осуществляется только в СИЗ. Медицинский работник должен при этом при себе иметь запас медицинских масок для больного и его родственников в количестве не менее 10 штук, но в ряде рекомендаций, когда прочитываешь, там значится вообще 20 штук. И предлагать их пациенту, прежде чем приступить к опросу и осмотру. Вытекает из этого логичного вопроса, кто медработнику представит эти СИЗ. Пациенты обязаны быть в маске, при осмотре используют перчатки, которые обрабатывают дезинфицирующим средством. По завершении осмотра в подъезде медицинский работник снимает СИЗ, складывает одежду, средства индивидуальной защиты в пакет для медицинских отходов класса Б, обрабатывает руки антисептиком и помещает в пакет багажное отделение автомобиля для утилизации. Вот такая некая идеальная ситуация. Рационально используют средства индивидуальной защиты в медицинских организациях. Это важно с целью ограничения расхода СИЗ. Для этого, ну первое, нужно определиться и сократить числом лиц, нуждающихся в использовании этих СИЗ. Использовать дистанционное консультирование пациентов и лиц с подозрением на COVID-19 там, где это возможно организовать. И внедрить в практику расширенные использования респираторов типа N95FFP3, ношение одного и того же респиратора при работе с несколькими пациентами, не снимая респиратор в течение определенного времени. Для обеспечения максимальной защиты при использовании респиратора должны быть выполнены ряд условий. Используемые модели респиратора первые должны быть сертифицированы на соответствие требований по крайней мере одного из национальных или международных стандартов. В приказе 198М эти стандарты представлены. Используемые респираторы должны иметь класс защиты не ниже FFP2, а лучше выше. Правильное надевание. Наиболее важные условия эффективности применения респиратора для защиты инфицирования медицинского работника. Необходимо обеспечить максимальное герметичное прилегание краев полумаски респиратора к лесу для исключения возможности утечки неотфильтрованного инфицированного воздуха в зону дыхания. Инструкция по надеванию находится на упаковке респиратора или во вкладыше. После каждого надевания респиратора перед входом в зону высокого риска инфицирования необходимо проводить его проверку на утечку. Для этого нужно сделать 2-3 форсированных вдоха-выдоха. Убедиться, что отсутствует выход воздуха по краям респиратора, респиратор плотно прижимается к лицу. Если выявлена утечка воздуха под полумаску, нужно проверить правильность одевания респиратора и при необходимости повторно надеть его по правилам. Длительность использования респиратора в течение рабочего дня ограничена гигиеническими соображениями. Необходимость приема пищи, появление избыточной влажности под полумаской в жаркую погоду и прочих тяжелых условиях. Безопасность снятия респиратора необходима для исключения риска инфицирования с наружной поверхности респиратора. Поэтому респиратор снимают в перчатках, за резинки. Не касаясь наружной и внутренней поверхности полумаски респиратора, утилизация использованных респираторов проводится в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса Б. Медикаментозная профилактика. Вопрос этот возник неспроста. Учитывая рост заболеваемости, высокие риски распространения инфекции на территории нашей страны, целесообразное назначение медикаментозной профилактики определенным группам лиц. К ним относятся медицинский персонал, работающий со случаем COVID-19, не важно, это подозрительный случай, вероятный или подтвержденный, и контактным с больным с подтвержденным случаем COVID-19. В временных методических рекомендациях представлена группа пациентов постконтактная профилактика у лиц при единичном контакте с подтвержденным случаем COVID-19. Рекомендованы схемы медикаментозной профилактики это это препарат гидро гидроксихлорохин первый день по 400 миллиграмм два раза в день далее по 400 миллиграмм один раз в неделю в течение трех недель напоминаю единичный контакт либо второй препарат мифлохин пер второй день по 250 миллиграмм два раза далее 250 миллиграмм в сутки далее 250 миллиграмм на третий день до 250 миллиграмм один раз в неделю в течение трех недель а другая группа пациентов профилактика к в 19 у лиц находящихся в очаге заражения в том числе и медицинские работники те же самые препараты режим дозирования тот же самое единственная продолжительность течение 8 недель и второй препарат тоже в течение 8 недель режим дозирования тот же общие рекомендации ввоз по индивидуальной защите в амбулаторных учреждениях кабинет для консультации медицинские работники находящиеся в этом кабинете осуществляющий свои функции трудовые действия при осмотре пациентов с респираторными синтронность симптомами должны быть в средствах индивидуальной защиты медицинская маска халат перчатки защита глаз осмотров пациентов без респираторных симптомов защита необходимости определяется степенью риска пациенты с респираторными симптомами заходя в кабинет для консультации им нужно предоставить медицинскую маску пациенты без респираторных симптомов в принципе им сис не требуется ну вот поскольку это рекомендация вот здесь написано слово уборщики я его не стала менять либо это сотрудники клининговой компании либо это как по старинке санитары вот везде по-разному поэтому это слово так и оставила то есть люди которые осуществляют уборку дезинфекцию помещений после и между консультацией пациентами консультации спать пациента с респираторными симптомами должны провести уборку помещения в медицинской маске в халате сверх мощных перчатках защита глаз если есть риск разбрызгивания органического материала или химических веществ и на ногах сапоги или закрытая рабочая обувь а зона ожидания пациента с респираторными симптомами нужно предоставить пациенту медицинскую маску при выявлении такого пациента немедленно переместить в отдельную комнату или отдельную зону далее от других если это невозможно выполнить то обеспечить расстояние не менее метра у других пациентов при этом надев медицинскую маску пациенты без респираторных симптомов любая деятельность из принципе не требуется есть они не пересекаются с этими пациентами до сортировка медицинские работники предварительный распоз расспрос без прямого контакта дистанция 1 метр сис не требуется на свете сложившейся ситуации сегодня в любом случае си с виде медицинской маски она рекомендуется пациент с респираторными симптомами любые действия нужно поддерживать расстояние минимум метр предоставить данным пациентам маску медицинскую пациента без респираторных симптомов в принципе сез не требуется при условии что они не пересекается с пациентами с респираторными симптомами и это нужно обеспечить весь персонал включая медицинских работников в административной зоне при выполнении своих действий трудовых действий и функций сис не принципе не требуется при условии что нету ни у кого респираторных симптомов а палата для пациентов медицинские работники при предоставлении прямой помощи пациентов с ковид 19 обязательно здесь медицинская маска но с учетом вот здесь вот как бы ну такое знаете двойственное здесь вот выполнение аэрозольно-генерирующих процедуру то есть речь идет о небу лазерной терапии да я бы все-таки объединила вот этот респиратор принесла в том числе сюда то есть все-таки требуется сегодня хорошая степень защиты дыхательных путей и несмотря на то что это вот одни из ранних требований вот ну вот это было наверное перечеркнула да и заменила на респиратор халаты перчатки защита глаз очки при необходимости передник опять-таки это слово уборщики то есть люди которые обеспечивают уборку помещений вход в палату пациента с ковид 19 маска тоже бы заменила на респиратор халат сверхмощные перчатки защита глаз сапоги закрыты рабочие обувь и посетители ну и как бы это не странно не звучало лучше всего чтобы их вообще не было но вдруг если такая ситуация возникает вход палату медицинская маска халаты перчатки общая рекомендация продолжение стационаре другие зоны транзита пациентов например коридоры весь персонал медицинский любая деятельность которая не связана с прямым контактом с пациентом здесь не требуется очень хорошо написано но лучше быть полностью экипированным сортировка медицинские работники предварительный расспрос без прямого контакта то же самое дистанция дистанция больше метра с респираторными симптомами любые действия поддержать расстояние плюс ему предоставить маску без респираторных симптомов сись не требуется но опять-таки это большой вопрос лаборатория лаборанты манипуляции с биологическими биоматериалами из респираторного тракта обязательно медицинская маска если речь не идет а значит амплификации пациент диагностики здесь речь идет о текущей работе до медицинская маска халат перчатки защита глаз и административная зона включая весь персонал действия подразумевающие контакт с пациентом к в 19 сис не требуется при условии что весь персонал не имеет никаких подозрительных проявлений респираторных заболеваний но и скорая помощь или перевозка транспортировка медицинские работники осуществляющие транспортировку пациента с подозрением на к вид 19 медицинская маска халат перчатки защита глаз вот этот пункт тоже поприняла сильно очень изменила бы на респиратор водитель который не контактирует с пациентом и находится в отдельной кабине изолирован поддержать расстояние метр сис не требуется но все-таки медицинскую маску сейчас наверное стоит одеть помощь в разгрузке и загрузке больного медицинская маска халат перчатки защита глаз нет прямого контакта с пациентов но кабина не отделена обязательно медицинская маска пациент с подозрением на к в 19 во время транспортировки он должен быть в медицинской маске если это возможно но и люди осуществляющие уборку помещений после и между перевозками пациентов медицинская маска халат сверхмощные перчатки защита глаз сапоги или закрытая рабочую область напоминаю это общие рекомендации вас по индивидуальной защиты бригады скорой медицинской помощи ну немножко некачественные как бы с ним потому что он высылается через ватсап а потом я попытался его строить вот есть некие такие лайфхаки для медицинских работников которые работают на передовой и как не принести домой к вид 19 здесь рекомендация от группы врачей приемного отделения медицинской области залива сан-франциско то есть создать и разметьте себе дома горячую зону вот буквально ее выделили на то что при входе да и что тут на входе должно быть отдельно вешалка куда вешается одежда обувь не должна из этой горячей зоны выходить до второй шаг до подготовить в начале это все а дальше раздеться и провести дезинфекцию в горячей зоне полностью до не выходя за ее пределы что нужно обязательно продезинфицировать здесь обувь одежда верхние гаджеты ключи то чего вы касались на улице до или на работе ну и второе постирать вещи и пример принять полностью душ для того чтобы минимизировать на себе на кожи на волосах на одежде как бы переносы этой этого вируса и обезопасить свой дом быт близких людей маршрутизация детей больных новой коронавирусной инфекцией или с подозрением на ковид-19 порядок а маршрутизации он в принципе у нас регулирует вопросы оказания медицинской помощи пациентов с ковид-19 медицинских организациях осуществляется он естественно соответствие с приказом 198 н с дополнениями о 27 марта и от 2 апреля дополнениями изменениями виде скорой первично медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в медицинских организаций или их структурных подразделений а также в амбулаторных условиях или на дому в зависимости от степени тяжести состояния при подтверждении диагноза коронавирусной инфекции лечение осуществляют либо это медицинские работники амбулаторных медицинских организаций на дому в случае отсутствия пациента клинических проявлений заболеваний или проявлений в легком форме до легкое течение в отделение для лечения инфекционных больных медицинской организации или учреждений перепрофилированных для таких пациентов и в отделение реанимации интенсивной терапии медицинская организация при наличии показаний у пациентов скорая медицинская помощь больным инфекционным заболеванием оказывается соответствующими бригадами скорой медицинской помощи бригадами и экстренной медицинской помощи территориальных центров медицины катастроф деятельность эти бригад направлено на проведение мероприятия по устранению угрожающей жизни состояний с последующей медицинской эвакуации медицинскую организацию оказывающую стационарную медицинскую помощь больным инфекционными заболеваниями здесь представлен алгоритм действия врача по обследованию пациентов он конечно алгоритм взять это приложение второе до из временных методических рекомендаций он конечно разработан для взрослых пациентов но в принципе он нам будет актуальнее для детей так пациент который имеет клинические симптомы поражения органов дыхательной системы значит это правая часть если этих клинических симптомов поражения органов дыхательной системы нет но при этом у него есть эпид анамнеза это будет один алгоритм если при сборе эпид анамнеза ничего мы не выяснили не выяснили соответственно обследование на вирус SARS-CoV-2 он не подлежит а вот если в ходе сбора анамнеза есть какие-то данные подозрительные по возможному инфицированию данным вирусом соответственно мы на приеме врача проводим пульсоксиметрию если сатурация более 93 процентов повторяюсь это для взрослых для детей 95 процентов соответственно возможно изоляция на дому до получения двух отрицательных анализов на вирус взятых с интервалом 24 часа то есть интервал не менее одного дня естественно при этом проводится ежедневный мониторинг по телефону то есть дистанционно если на приеме врача у этого пациента с эпид анамнезом но без клинических проявлений при пульсоксиметрии выясняется что с утрация менее 93 процентов у детей менее 95 то рекомендуется его госпитализировать и в условиях стационара провести полный комплекс обследования тот который предусмотрен для диагностики ковид-19 если выявлены признаки ковид-19 лечение по протоколу до получения двух отрицательных результатов на данный вирус если у пациента есть клинические симптомы поражения органов дыхания или хоратка нет или есть эпид анамнез неважно мы его проводим у него проводим исследование на сарс коф-2 вирус во время приема врача мы проводим у него пульсоксиметрию если сатурация кислорода более девяносто трех процентов для детей более 95 чеды менее 22 это взрослые дети старше пяти лет не не более 30 а у детей младшего возраста естественно цифры меняется температура менее 38 градусов то допускается изоляция дома при необходимости лечения дома до полученных двух отрицательных анализов на сарс коф-2 взяток с интервалом не менее 24 часов а симптоматическая терапия ежедневный мониторинг в режиме видеосвязи если у человека с клинической симптоматики с положительными петанамнезом во время приема при пульсоксиметрии было выяснено что начать сатурация кислорода менее девяносто трех менее 95 для детей чьи для более 22 взрослого более 30 детей старше пяти лет температура в принципе любая даже отсутствие лихорадки здесь не играет значение то рекомендуется госпитализация с последующим обследованием условиях стационарно стационара определенный комплекс исследования с постсиндромной терапии если диагноз подтверждается лабораторно то соответственно лечение по протоколу до получения результатов анализа двух отрицательных с интервалом не менее один день вот такой алгоритм действий в приложении представлен в принципе он достаточно удобен его можно применять как во взрослой так и в педиатрической практике единственные вот эти параметры они несколько отличаются из возрастные особенности детский педиатрический обязательно помню принцип оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях пациента с установленным диагнозом это приложение 8 приказу 198 н от 19 марта с дополнениями о 27 марта изменениями и от 2 апреля не стало ничего отдельно изобретать поэтому буквально вот предоставлю и тезис на некоторые моменты вам скажу поскольку если в стационаре правила поведения правильно а как принцип оказания медицинской помощи более менее ну как бы четко отслеживается то вот оказание помощи в амбулаторных условиях они конечно вызывают очень масса вопросов у тех лиц которые вынуждены это делать поэтому вот с этим восьмим при приложением следует тщательно ознакомиться и так при получении положительного результата лабораторного исследования к вид 19 у полномоченное лицо медицинская организация уведомляет пациента о результатах теста оповещает администрацию вносит план плановые даты на повторный забор организовывает осмотр работников медицинской организации контактирующих с этим пациентов контактировавших проводят опрос пациента с целью уточнения его состояния информирует медработника о состоянии пациента которым будет оказана помощь медицинский работник который будет оказывать медицинскую помощь на дому он обязательно должен использовать средства индивидуальной защиты которые нужно одевать и снимать строго по полу правилам иметь запас медицинских масок который он должен будет предложить пациенту если у него не будет и для его ближайших родственников возбежание опять-таки инфицирование самого себя до обработать руки обрабатывать руки в перчатках дезинфицирующих средств средствам и вот рекомендую напоминаю спирт содержащий дезинфицирующие средства после выхода из квартиры пациента снять средства индивидуальной защиты упаковать их в пакет для медицинских отходов отходов класса b обеспечить их дальнейшую транспортировку для утилизации и сообщать о лицах имеющих контакт с пациентом медицинская помощь пациента с положительным результатом теста на ковид 19 может оказываться на дому в случае отсутствия клинических проявлений заболевания или легком течении и здесь представлены параметры в том числе и для детей че д менее 30 для детей старше пятилетнего возраста соответствия с временными методическими рекомендациями нужно осуществлять лечение информируя о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия и здесь представлены те симптомы которым нужно доступной формы пациенту человеку находящимся на лечении нам дома объяснить донести соответственно требования к проживающим с пациентом людям о возможности риска инфицирован к вид 19 которые проживают с пациентом с легким течением заболевания недопустимость нарушения режима самоизоляции и соответственно уголовная ответственность вытекающая из этих нарушений пациент легким течением заболеваний проживающие с ними лица обеспечивается информационными материалами по общим вопросам ухода за пациентом с ковид-19 случаях дальнейшего оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях оформляется информированное добровольное согласие на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях при соблюдении режима самоизоляции подлежит госпитализация при наличии следующих обстоятельств о чем собственно говорили при ухудшении состояния даже здесь вот легком течении рекомендуют госпитализировать лиц старше 65 лет имеющих хронические заболевания беременные и ну и совместно проживание с лицом относящих группе лиц это старше 65 лет и опять-таки хронические состояния беременные при невозможность отселения от пациента зараженного до ковид-19 также при легком течении заболевания у детей в возрасте менее 3 лет и наличие у детей в возрасте до 18 лет определенных острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хроническими заболеваниями отягощенный коморбидный фон детей до 18 лет да это вся категория лиц которых в принципе рекомендуют госпитализировать да при вот сложившихся вот этих состояниях его здоровья медицинская организация в которой наблюдается ребенок с положительным результатом на ковид-19 отсутствием клинических проявлений заболевания обеспечивать ежедневный опрос участковой медицинской сестрой по телефону о состоянии пациента не менее двух раз день ну и патронаж врача-педератора участкового один раз пять дней если ситуация не сложная то возможно это делать дистанционно при условии при возможности организации такого общения с пациентом медицинская организация в которой наблюдается ребенок с положительным результатом теста на ковид-19 легким течением обеспечивает ежедневный опрос патронаж при необходимости законный представитель обеспечивающий уход за ребенком которому оказывается медицинская помощь на дому должен быть обязательно проинформирован о рисках заболевания новой коронавирусной инфекции необходимости соблюдения рекомендаций по защите инфекции передающийся воздушно-капельным путем особенностям ухода за такими больными и иметь информацию о том что нарушение изоляции в этой ситуации приведет в дальнейшем может привести в дальнейшем к уголовной ответственности ну и особенности эвакуационных мероприятий общие принципы госпитализации детей больных или с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализация пациента осуществляется медицинские организации имеющие в своем составе мельцеровские боксы либо медицинские организации перепрофилированы под специализированные учреждения временно требования к работе в инфекционных стационарах изоляторах и обсерваторах в очагах заболеваний вызванных микроорганизмом 1 2 группы патогенности указано соответствующих эпидемиологических правилах и нормах безопасность работает с микроорганизмом 1 2 группы патогенности или опасности оказание медицинской помощи в процессе подготовки проведения медицинской эвакуации выполняется в соответствии с действующими порядками клиническими рекомендациями и стандартами но и соответственно реанимационные мероприятия интенсивная терапия тоже проводится согласно утвержден в утвержденном установленном порядке согласно рекомендациям и стандартам особенности транспортировки пациентов с инфекционным заболеванием без транспортировочного изолирующего бокса потому что есть другой вариант с применением этого транспортировочного изолирующего бокса но я так подозреваю что вот этот вариант транспортировки он более распространенная поэтому на нем и остановимся и так члены эпид бригады или бригады медицинской эвакуации по прибытии к месту выявления больного перед входом в помещение где находится потенциальный больной под наблюдением врача руководителя бригады надевают защитные костюмы врач бригады уточняют у больного данные эпидемиологического анамнеза круг лиц которые общались с ним определяет контингенты лиц подлежащих изоляции медицинского наблюдения экстренной профилактики обеспечивает контроль эвакуации больного и контактирующих с ними лиц при необходимости и сообщают уточненные сведения о больном и контактирующих с больным проведенных первичных мероприятий по локализации очага бригада выполняющий медицинскую эвакуацию инфекционного больного должна состоять из врача обязательно двух помощников обученных требованием соблюдения противоэпидемического режима и прошедших дополнительный инструктаж по вопросам дезинфекции больной транспортируется в маске при возможности до имеется ввиду не при наличии возможности маски маска должна быть любой ситуации да если нет возможности одеть эту маску имеется ввиду вот эти обстоятельства водитель транспорта средств которым осуществляется медицинская эвакуация при наличии изолированной кабины должен быть одет комбинезон при отсутствии в защитную одежду водители фельдшера водитель санитары водителя санитарного транспорта работают защитной одежде в установленном порядке сотрудники скорой медицинской помощи совместно с врачом инфекционистом в средствах индивидуальной защиты определяет количество и очередность эвакуации больных и уточняют маршрут эвакуации больного медицинскую организацию транспортировка двух и более инфекционных больных на одной машине недопустимо перевозка контактировавших с больным лиц вместе с больным на одной автомашине недопустимо машину скорой медицинской помощи оснащают соответствующими данным необходимыми медикаменты перевязочными средствами укладками реанимационными гидропультом или ручным распылительным уборочной ветошью емкостью для из крышка для приготовления рабочего раствора дезинфицирующего средства и хранения уборочной ветощи и емкость для сбора и дезинфекции выделений необходимый набор дезинфицирующих средств из расчета на одни сутки здесь представлен расход дезинфицирующих средств на одну смену рассчитывается в зависимости от того какое средство имеется в наличии возможность числа выездов после доставки больного инфекционный стационар бригада проходит на территории больницу полную санитарную обработку дезинфекции защитной одежды машины предметы ухода за больным подвергаются заключительной дезинфекции на территории больницы силами самой больницы или учреждения или при отсутствии до таких возможностей у больниц учреждения дезинфекционного профиля за членами бригады проводивший медицинскую эвакуацию устанавливается наблюдение на срок до 14 дней от момента последнего контакта мероприятие бригада дезинфекции по дезинфекции проводятся с учетом указанного письма роспотребнадзора по прибытии на место проведения дезинфекции члены бригады надевают защитную одежду заключительную дезинфекцию в транспортных средств проводится немедленно после эвакуации больного обеззаражены проводят два члена бригада при этом один дезинфектор остается вне очага для определенных действий перед проведением дезинфекции необходимо закрыть окна и двери в помещениях подлежащих обработке ну и дезинфекцию начинают как правило от входной двери последовательно обрабатывать все помещения в каждом из которых с порога не входя в комнату обильно орошают дезинфицирующим раствором пол и воздух ну и медицинской организации где выявлен такой больной нужно обязательно провести организовать противоэпидемические мероприятия они осуществляются первичные противоэпидемические мероприятия согласно оперативному плану медицинской организации как на случай выявления больного особо опасной инфекции для этого существует но в последующим на 4 действиями для этого существует санитарно-эпидемиологические правила санитарная охрана территории российской федерации и у номер санитарного правил организации проведения первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного ну или не дай бог трупа подозрительного на заболевание инфекционной болезнью вызывающим чрезвычайной ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения проводится в соответствии с методическими указаниями главного государства санитарного врача российской федерации а также в конце лекции здесь представлен ряд контрольных вопросов и контрольных заданий опять-таки повторяюсь никуда их ответы на них высылать не надо эти контрольные задания и контрольные вопросы они только для себя лично для того чтобы проверить насколько усвоен материал для самоконтроля материала подготовлены также авторским коллективом представлен у вас на слайде но и завершить вообще сегодняшнюю лекцию сегодняшний день занятия бы хотела устами двух замечательных мужчин значит и ежедневно проводятся вебинары они посвящены как вопросам к вид 19 так и вообще патологии респираторного тракта и вот есть неплохой вебинар но это на мой взгляд здесь на вкус и цвет что называется выбор большой проводится он значит вебинары ежедневно да принципе ежедневно здоровое образование это наши инфекционисты поэтому они там выступают и плюс наши знаменитые иммунологи и вот последний вебинару 21 числа петров владимир александрович вещая свой доклад о иммуномодуляторах и применение их при уровне инфекцию детей эпидемический период к вид 19 завершил свое выступление словами вот замечательного поэта эдуарда осадова и поэтому мне это очень понравилось и я вот устами двух этих замечательных мужчин хочу завершить наше нашу встречу пожелать вам удачи чтобы мы сплотив свои усилия грамотно прошли через это испытание с минимальными потерями для себя для своих близких и важно помнить жизни помня о наших желаниях о возможностях своих все-таки не забывать ну и в конце значит лекции буквально небольшое объявление в самом начале виталий васильевич вам про это сказал связь у нас идет через кафедральную почту а все вопросы значит отправлять по своей электронной почте по там мере того как завершится этот цикл вы получите удостоверение но процедура получения удостоверения она немножко будет растянута во времени сила определенных обстоятельств то есть как только все сведения как только все ваши рефераты будут поступят на кафедру по электронной почте и на владимир на ростова наш лаборант она сформирует эту базу данных и она напишет вам эти удостоверения дальше сканы этих удостоверений будут высланы по электронной почте но рек номер когда присваивается удостоверению соответствующие специалистами он подается в базу данных на моего но вот сам процесс подачи данных и появление отражения того что вы проучились вот эти 36 часов на моего они как бы посрочены во времени вот по личному опыту когда я в сентябре свой цикл нему обучалась по педиатрии обучение было в первых числах сентября а подтверждение на своей личной странице на сайте нему я получила только в ноябре то есть не удивляйтесь если так будет растянутого времени но и с учетом вот сложившейся ситуации я так подозреваю что процесс будет но более таким скорым но значит для подтверждения того что вы поручили что у вас есть это удостоверение у вас будет скан если вдруг медицинская организация администрация требует получения именно оригинала возможно будет организована рассылка почты только в этой ситуации до возможно администрация будет достаточно того что вы предоставите этот скан ну и на всякий случай если вдруг по всем каналом у вас не получается вы не понимаете что как ваши действия, да, ваш алгоритм действий, и вы совсем растерялись. Я сейчас продиктую один номер, это номер Анастасии Владимировны Оскова, секретарь ДПО, ну, пожалуйста, попрошу, да, звонить только по вот ситуации очень такой крайней необходимости, учитывая то, что сейчас очень много курсантов параллельно учатся по всем этим циклам, и количество слушателей огромное. Значит, код города плюс 7, 347, далее номер, рабочий номер 27, 20, 685. Итак, код города 7 плюс 7, 347, дальше 27, 20, 685. Это рабочий номер Анастасии Владимировны Оскова, секретарь ДПО, секретарь Виталия Васильевича, да, он у нас директор ДПО, он же у нас заведующий кафедрой. Вот, поэтому завершите, разрешите завершить сегодняшнюю нашу с вами встречу. Мы достаточно интенсивно с вами поработали, большой объем материала мы с вами просмотрели. Возможно, какие-то моменты упущены, ну, в рамках вот этих двух часовых лекций, в принципе, может быть, это невозможно было сделать, но те основные источники, откуда взята эта информация, я вам в начале первой и второй лекции предоставила. Пожалуйста, активно пользуйтесь. Единственное, что все эти документы, они обновляются, чуть ли не ежедневно, но тем не менее с определенной периодичностью. Поэтому все эти дополнения и изменения нужно обязательно отслеживать. Что-то актуализируется, что-то убирается, что-то добавляется. То есть это очень такой динамичный, активный процесс. Всех благ, здоровья, до новых встреч. До свидания.